Очередное событие собрало представителей шоу-бизнеса в одном месте, словно пчелы на мед. Вся светская элита накинулась посмотреть новый продукт отечественного производства. Что это за событие, спросите вы. Я отвечу, это закрытый показ новой киноленты Сенушин. А вот о чем этот фильм расскажут наши журналисты. Она сама пришла и спрашивала, что это же она сделала? Все что угодно, ну не так, это моя мать! Прости меня за все. Семейные проблемы, интриги, измены. Все это можно увидеть в новом художественном фильме Сенушин. Интересно, что же натолкнуло на съемку такого сюжета Азамата Сатыбалды, который впервые попробовал себя в качестве продюсера. Я очень дорожу семейными ценностями. Семья для меня все. Это то место, где я могу отдыхать, чувствовать себя комфортно, где меня ждут в каком бы я ни был состоянии. Поэтому я решил донести до каждого человека, что бы ни происходило в их жизни, не совершать ужасную ошибку. Главная суть фильма – это три составляющих. Вера, надежда и любовь. Я верю и надеюсь, потому что я люблю. Поэтому думаю, надо верить в любовь. Именно любовь спасет мир. По словам начинающего продюсера, идею снять фильм он обдумывал на протяжении 10 лет, тогда как на подготовку к киноработы Сенушин ушло 2 года. Бюджет небольшой – около 150 тысяч долларов. И спасибо Акимату города Алматы и моим друзьям, которые поддержали мой проект финансово. Главные роли в картине сыграли Зарина Кармен, Ирки Буан Даиров, Орасхан Кенебаев и Айжан Байзакова. Большой кастинг мы не устраивали, так как во время написания сценария мы уже знали, кто будет играть эти роли. Мой персонаж – художница по имени Айжан, которая на протяжении 8 лет брака с главным героем не могла родить ребенка. В этом-то и вся трагедия. У нее есть все, но нет главного – материнского счастья. Ну а главного персонажа по имени Аскар сыграл сам Азамас Атыбалды. Своего героя я придумал сам. Его слабости, положительные и отрицательные стороны, полностью его характер я написал сам. Поэтому мне было легко сыграть своего персонажа. Будем надеяться, что актерский состав сможет донести до зрителя главную суть экранизации. Насколько хорошо это получилось, вы сможете оценить во всех кинотеатрах страны с 27 апреля.